И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Как вы знаете, вчера у нас в игре на новый Хантер, ну можно сказать не новый, как бы на корпус Хантер, появились новые замечательные устройства. И сегодня уже после одного дня обзора, не сказать, что я, конечно, тестил, что я смотрел все эти интересные, замечательные устройства на данный замечательный корпус, конечно, все это было на тесте, я еще полноценно не рассмотрел каждое из вооружений, но для себя уже нашел очень интересное устройство, которое на данный период времени в матчмейкинге можно будет использовать просто по КД. И даже не на том самом вооружении, о котором мы сегодня поговорим, не о том самом вооружении, на котором очень даже можно эффективно и интересно использовать данное устройство на Хантер, но в общем и целом это, по сути, наверное, для меня одно из самых лучших тех устройств, которые могут быть вообще на данном замечательном Хантере. Я, конечно, немножечко тут сущусь туплю, но не обращайте особо внимания, сегодня поговорим, конечно же, о иммунитет от поджога, об этом самом интересном устройстве. Я записал три каточки, там полноценных, конечно, может быть полторы, может быть две, да, получится, потому что там каждая катка была досрочно. Попытался максимум выложиться, максимум эффективно, интересно сыграть на данном вооружении. Пулемет с зажигательной лентой, Хантер с устройством, которое у нас защищает от поджога, иммунитет от поджога. То есть, по сути, вы не горите ни от Жиги, не горите ни от Вулкана, ни от Молота, который будет вас поджигать, ни от Смоки, который будет поджигать, ну вот, от любого вида поджога. Ну, а что касаемо тех ребят, у которых нету данных устройств в гараже, и у меня в том числе на основном аккаунте, это, конечно, очень больно смотреть на то, насколько продувы будут в ближайшее время доминировать в матчмейкинговых боях и не только. Но, обо всем этом, я думаю, что мы поговорим в других видеороликах, а сегодня перемещаемся на данном интересном вооружении в матчмейкинговую катку. Я, к сожалению, наверное, к огромнейшему, либо к счастью для вас, сегодня буду в роли такого больше комментатора, потому что я записал катки, попытался, как я уже сказал, выложиться на максимум. То есть, не записывать, знаете, как обзор с первого взгляда, да, как оно получилось, а полноценно сыграть максимально эффективно в бою, чтобы не было такого, что я там не выкладываюсь и по ходу боя, там, например, допускаю какие-то глупые ошибки, у меня что-то не получается, и при всем этом раскладе я, например, говорю, это имба, это жестко тянет вообще вооружение, оно суперэффективно, но на самом деле я на нем не показал должного результата. Поэтому я решил сегодня записать отдельно фрагменты каток, как я сыграл подряд, я ничего не перепикивал, я не пытался там скатать 25 миллионов каток и из них выбрать там лучшие и показать вам это все катки подряд, я вам честно говорю, не какой-то подвыбор, а просто то, что у меня получилось, просто максимально выложился в боях. Сразу же проблема, с которой я столкнулся, зайдя в бой, это то, насколько медленно поворачивалась башня у меня на пулемете, все-таки вы знаете, что сейчас на данной пушке я играю довольно-таки часто в матчмейкинговых боях и не только, и играю я с устройством на поворот башни, которое стоит 20 тысяч кристаллов, а когда я взял данный вулкан и увидел, насколько медленно крутится башня, мне было максимально непривычно, поэтому в первом бою немножечко недокручивал, недопонимал, как это все дело реализовать, нужно было немножечко хотя бы привыкнуть, но в общем и целом результат не заставил себя как бы долго ждать и не разочаровывал меня в общем и целом вообще никак, это то самое вооружение, которое начало показывать тебя просто великолепно, при том раскладе то, что ничего сложного и сверхъестественного вам делать не нужно, все, что вам нужно сделать, это зажать максимально пробел, держать его, положить либо там кирпич на него и не отпускать. Да, тяжело поворачивать башню, но если вы будете доворачивать корпусом, то у вас никаких особо проблем в этом плане не будет. Также мне очень было интересно, насколько вообще эффективно можно было бы использовать данное вооружение в других режимах, но на данный период времени я сыграл только в одном режиме, потому что посчитал нужным сыграть полноценные бои в одном режиме, рассмотреть несколько тройку карт, посмотреть на то, на каких все-таки картах лучше себя чувствует данный вулкан, понятное дело, что если бы я играл бы на хоре в простом вулкане с тем самым дефолтным устройством за 20 тысяч, то мне было бы без разницы, на чем играть, где и как и почему, потому что там все-таки у тебя имеется и лучшая пушка с лучшим устройством, да, и хорек, который разваливает все, что можно. Здесь уже Хантер, да, с новым интересным устройством, с новым нестандартным геймплеем на данный период времени для матчмейкинга, но то, что у меня получилось сделать, это реально круто и достойно, да, мы сейчас, я думаю, первую катку более так разговорно поговорим, у меня все тут складывается просто максимально круто, да, если сравнивать, например, это устройство на поджог с тем устройством, которое было у нас раньше, буквально, наверное, где-то год, может быть, полтора назад, когда я записывал видеоролик, когда только вышли те самые устройства на вулканы, на другие пушки, то данная поджигательная лента или зажигательная лента, не знаю, как она там правильно звучит, скорее всего, зажигательная лента, была более имбовая в плане того, что поджигала танк очень сильно моментально, грубо говоря, вам надо было одну секунду позажимать в противника и сразу же сходу танк начинал нереально быстро, люто гореть. Сейчас же вам надо хотя бы зажать 2-3 секунды, дабы поджегся довольно-таки неплохо танк, ну а чтобы был максимальный поджог, чтобы вам не соврать, наверное, где-то около 4-5 секунд будет достаточно, если вы будете зажимать 4-5 секунд при полной раскрутке уже вашего вулкана, 4-5 секунд, полное горение танка и все. Вуаля, танк начинает гореть, вы можете переключаться уже на следующего и спокойнейшим образом продолжать разваливать. Также проблема, с которой я столкнулся, наверное, по ходу данных каточек, это то, что я понял, все-таки чем больше здесь карта, на этом вулкане намного проще играть. Все-таки вы сами понимаете, то, что поворачивать башню довольно-таки тяжело, вам надо постоянно работать корпусом и, соответственно, чем меньше карта, тем больше вам надо делать маневров, тем меньше вы сможете уничтожить противника. Но использовать на таких даже средних, маленьких картах все равно эффективно данное вооружение можно. Да, может быть, чуть-чуть, там, на сотку, на две сотки меньше вы просто будете зарабатывать очков в битве. Ну и также, друзья, лучше использовать большую карту по одной простой причине, то, что вы не горите. Если по вам противник не будет накидывать урон, вы будете просто вечно жить, зажимая баллоны. И вот это, знаете, как есть в Counter-Strike тоже такой же самый пулемет, когда челик зажимает, а другой боится выйти на него, он просто ждет, пока он сольется. Здесь же ситуация немножко обстоит другим образом, то, что вы не сможете скрыться от него. То есть, если он начнет зажимать по вам и начнет носить нереально большое количество дэмэджа, соответственно, еще и поджигая ваш танк, вы не сможете никуда убежать. Если вы уже выехали на него, вы получаете настолько большое количество дамага, и при том еще и поджигаетесь от данного устройства, что там, грубо говоря, 3-4 секунды вы летите на резку. И, да, может быть, в сейчасних реалиях, говоря о том, что Харек имба, говорить о том, что Хантер какой-нибудь с новым устройством сможет заменить данный корпус, полноценно нельзя, но все же это что-то новое, это новое, что может повлиять и уже влияет на баланс в нашей игре. Все же, вы сами понимаете, то, что когда у вас, по сути, нет резиста, вернее, нет не то, что резиста, а нет возможности иметь защиту от заморозки фреза и от поджога джиги и тех всех пушек, о которых я называл в начале видеоролика, это колоссально меняет геймплей. И, соответственно, те самые пушки, у которых есть либо заморозка, либо поджог, приобретают новую мощь. И сейчас джига, я думаю, что в дальнейшем я запишу какой-то видос, покажу обзор, что происходит, что сейчас может творить вообще данная пушка в матчмейкинговых боях, вы увидите ту самую большую колоссальную разницу. И даже если у игрока будет резист от данной пушки, он, по сути, ничего толкового не сможет сделать. Давайте теперь уже перемещаемся в карту и полноценно будем смотреть, что у меня здесь будет получаться, потому что здесь уже больше был рассказ, наверное, 9,5 минут. Теперь у нас имеется... Первую катку мы там закончили. Все супер, отличный бой, первое место, хороший отрыв, около 500 очков, легко, все получилось. Здесь уже та самая большая карта, о которой я говорил, на которой более удобно играть. Все, что мне нужно было сделать и в моей голове, что я прорабатывал в данный период времени, это то, что мне нужно просто жить. Я раскручиваю свой вулкан на максимум и просто пытаюсь наносить урон. Смотрю, что противник уезжает на другой фланг, вижу, что передо мной уже начинают рисповаться другие танки и начинаю просто перемещаться на них. Сразу же, сходу, страйкер прожимает аптеку, хоть у него и есть резист от вулкана, но он его никак, вообще, никаким образом не может спасти. И даже при том раскладе, то, что у меня сейчас ушла ДДшка на кулдаун, и, по сути, я не должен был настолько быстро наносить урон с поджогом, я все же сумел добить ту жигу, подобрать дроповую аптечку и продолжить зажимать с того же самого фланга. Прошла одна минута, но, по сути, я не делаю акцент на контроль точек, я делаю акцент исключительно на уничтожение противника. Меня начинает игнорировать противник, соответственно, я этим пользуюсь, я спокойнейшим образом продолжаю зажимать, прожимаю в очередной раз ДДшку, которая уже ушла с кулдауна, начинаю зажимать по одному, по второму, по третьему танку в точку Д, сливаю, понимаю, что там уже никого нету, перемещаюсь на респы, понятное дело, что лаги какие-то минимальные, и здесь сходу же пользуюсь своим хантером, прожимаю овер, дабы меня не уничтожил противник, и продолжаю фармить опыт, продолжаю уничтожать противников, продолжаю держать то самое большое УП, и дальше сейчас немножко видели, как буквально там 2 секунды позажимал по Викинга пулемету, да, по нему немножко там урона тоже прилетело, все, он поджегся, он сам сгорел, он сам добился. Мне, по сути, ничего большего сделать здесь в этой катке и не нужно, мне нужно просто зажимать фланг, просто зажимать и фланг, и пробел, наносить тот самый большой урон и уничтожить противника. Максимально легкий геймплей подходит для тех ребят, которые не любят особо думать, не любят особо как-то, ну, страдать немножечко, да, может быть, в какой-то степени, может быть, не любят потеть, да, вы можете взять такое вооружение, вы можете просто начинать зажимать пробел, и это будет максимально эффективно для вас до тех самых пор, пока у противника не будет устройства отгорения. А устройства отгорения в ближайшее время у большого количества игроков точно не будет, соответственно, вы будете спокойнейшим образом нагибать, разваливать противника в любых катках. Здесь даже уже дальше я не знаю, что комментировать, я делаю все те же самые простые вещи, и я захожу по тому же самому левому флангу, я понял, что это работает, я зажимаю по одному, по второму, по третьему танку, вы видите, то, что я поджег вас по Изидку, даже убрал от нее прицел, убил следующий танк, вас по Изида сгорела, наношу урон дальше, мы вообще с настолько легкостью забираем здесь точки, контролируем респ, уничтожаем, все получается, и... Что может быть лучше? Что может быть лучше, чем матчмейкинговая катка, которая, по сути, ближется к концу, спустя всего лишь половину боя, и это ЦП, это тот режим, в котором бывает так, что, ну, противник играет очень грамотно, круто, да, и у вас что-то не получается, но здесь все работает намного-намного лучше для нас, и хуже для противника. Заметьте еще один момент, я слился в катке всего лишь два раза за четыре минуты, понятное дело, что никто не ожидал такого поворота, никто не думал о том, что может какой-то Хантера, Вулкан стать, и зажимать пробел, и наносить нереально много урона, но там уже даже, плюс у меня как бы имелся защитник, у меня был отличный шанс как можно дольше жить, и все получается. Последняя катка, полигон, также, если я не ошибаюсь, это была досрочная быстрая каточка, не помню только в какую сторону она закончилась, но точно помню, что это была быстрая катка. Все та же схема, ты пытаешься зажать пробел, ты пытаешься как можно больше нанести урона, у тебя все работает, но в этом бою я столкнулся с одной проблемой, на которую я пару-тройку раз напоролся, это Хорната Гаусс, который меня выключал с устройством на... ну, отключение, короче, расходки с этим замечательным устройством, и я пару-тройку моментов поплатился за это, но, по сути, свой опыт реализовывал, свои киллайдовал, поджигал постоянно противника, уничтожал, и все в этом плане у меня замечательно получалось. Как итог, друзья, что я могу сказать? Если начинать уже полноценный обзор устройств на Хантера, да, и начинаю, конечно же, я всегда с лучших устройств, то это устройство можно полноценно считать одним из главных устройств, которые имеются у нас на данный период времени в матчмейке. Поймите просто одну простую вещь. Поджог в этой игре при нашем балансе решает очень многое, и когда у тебя есть резист от этого, ты можешь придумать максимально много интересных моментов и ситуаций, как можно реализовать данное интересное, замечательное устройство. Я лишь вам показал один единственный момент, который мне первый пришел в голову. Это один день, и уже новая комбинация вооружения, которая очень легко и просто работает. Пишите свое мнение вообще в комментариях по данным видеороликам, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, согласны ли вы с моей точки зрения, то, что это одно из самых имбовых и скилл, не, не скилл, а зависимым, с, я имею ввиду, решающих, решающих, именно решающих устройств на данный период времени, которые добавили на Хантера, или нет. Пишите вообще, какие вы бы хотели в ближайшее время посмотреть устройства. Возможно, у вас тоже уже на данный период времени появились какие-то интересные свои придумки, заготовки, связанные с новыми устройствами. Я читаю, безусловно, все ваши комментарии, буду смотреть, буду следить, и если что-то замечательное, новое, интересное также вы мне предложите, я, безусловно, вас поощрю, поэтому все ваши комментарии читаю, переходите, спускайтесь вниз под видос, пишите, комментируйте, и я думаю, что мы в ближайшее время вместе с вами найдем новые интересные тактики, новые интересные вооружения, на которых в дальнейшем можно будет вместе просто брать, нагибать и разваливать. С вами был мистер Ванька, друзья, не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, но у меня на этом все, всем удачи и всем пока. мистер Ванька.